Здарова, это Шамшурин. Парни, немножко видоизменился временно. Значит, здесь я расскажу о восьми признаках непригодной женщины для отношений. Меня не очень устраивает эта терминология, и вы знаете, что я, как я отношусь к этой фразе непосредственно, но рынок требует, поэтому по версии Шамшурина восемь признаков непригодной для отношений женщины. Поехали! Значит, пригодна она или нет, подходит она тебе или нет, то есть это сугубо индивидуально. Есть, конечно, какие-то общие признаки, но есть индивидуальные, они зависят от твоего мировоззрения, от твоих предпочтений, от твоего характера, вообще от того, что для тебя в жизни важно. Одним это кажется неприемлемым, другим другое кажется неприемлемым. И, допустим, я назову сейчас несколько качеств, с обладательницей которыми я никогда бы не связал свою жизнь, не пошел бы дальше в какие-то серьезные отношения. Первое, когда женщина уже сейчас на начальных стадиях общения, скажем так, вводит мужчину конкурента, то есть она постоянно говорит тебе, то есть вот есть там какой-то Вася, вот у Наташи муж вот он такой, а вот ты это не можешь, а вот он вот это, вот смотри какая тачка у этого парня, а ты ходишь пешком. То есть она получается как бы говорит, что кто-то фактически лучше тебя. И таким образом она, возможно, хочет тебя даже замотивировать, может быть ее благие намерения, но она делает это в корне неправильно. То есть она дает тебе понять, что кто-то молодец, а ты мудак. И безусловно, что женщина должна уметь, если она не умеет, она должна научиться, вдохновлять своего мужчину, мотивировать его для того, чтобы он потом еще больше зарабатывал, еще больше стремился там принести всего в семью. То есть это делается намного более тонко, намного более изящно. И как показывает моя практика, очень многие женщины или не умеют, или не хотят уметь, и не хотят задумываться о том, что можно и нужно делать это правильно. И каждый, абсолютно каждый мужчина хочет чувствовать себя героем, молодцом для своей женщины. И если он не будет этого чувствовать, если ему постоянно будут тыкать, что вот кто-то молодец, а ты нет, это только вопрос времени, когда тебе это надоест, и когда ты взорвешься и захочешь с этой женщиной прекратить всевозможные отношения. Далее, второй пункт – ревнивая женщина. Если женщина ревнует и очень сильно, лично мне хочется приходить домой, чтобы мне позволяли отдохнуть, чтобы мне помогли отдохнуть. То есть там, если я в плохом настроении, чтобы меня не трогали, или наоборот, где-то спросили там, как дела, что случилось. Ну уж точно, чего мне не хочется, это объяснять, почему я на кого-то якобы посмотрел, почему я якобы там не брал трубку, когда мне звонили и так далее и тому подобное. То есть это и называют большинство мужчин выносом мозга. То есть в основном он чаще всего происходит на почве ревности и почве контроля. И если я знаю, как я отношусь к человеку, я это и внешне показываю, и внутри я для себя знаю, каким образом я отношусь. А мне все время говорят, вот а ты на кого-то смотришь, там ты где был, а почему ты не берешь трубку, а что это за там Елена с работы там и так далее. Для меня это не просто ревность, для меня это равно, ты плохой, я тебя не люблю, то есть как бы ты ни старался, как бы ты ни относился ко мне хорошо, ты все равно для меня плохой. Я лично этого слышать в свой адрес не хочу. И безусловно, что ревность это довольно распространенная и частая проблема, возможно, что девушка очень хорошая. Но имейте в виду на будущее, если она ревнивая, то это может привести к очень неприятным для вас и для ваших отношений последствиям. И ключевое, ревность это не проблема партнера внешнего, что там он что-то делает не так. Это всегда проблема внутри самого человека. Ему надо в первую очередь осознать наличие проблемы и что-то начать с ней делать. Третье, женщина-карьеристка или женщина, для которой на первом месте всегда стоит там работа, какие-то планы, я не знаю, может, какая-то певица, артистка, кто угодно. Я точно знаю, что всегда в отношениях и в семье она будет ставить карьеру на первое место, а это не совпадает с моим восприятием, с моим пониманием того, какой должна быть женщина в семье. То есть для нее в первую очередь будет не муж, не дети, не семья, а какие-то свои планы. Я считаю, что мужчина должен заниматься там карьерой, зарабатыванием денег, а женщина должна выполнять свои другие женские функции. Далее, четвертое, эгоцентричная, излишне эгоцентричная женщина. То есть отношения, на мой взгляд, это про отдавание. Женщина в отношениях должна отдавать, отдавать свою энергию, отдавать свою теплоту. Мужчина должен делать то же самое. И если в отношениях собрались два эгоцентричных человека или один эгоцентричный человек, то есть это уже будет какой-то дисбаланс. И не важно, что мужчина и женщина проявляют вот эту свою заботу по-разному. Мужчина – это внешний сектор. То есть это решение всех внешних задач, это какие-то глобальные принятия решений, это ответственность за все. Женщина, она занимается там уютом, всем остальным, и плюс созданием эмоционального климата внутри семьи. То есть не только физическими какими-то вещами. Каждый по-своему. Но если женщина будет зациклена на себе, если все будет крутиться только вокруг нее, если будут исполняться только ее желания, только ее хотелки, для меня такая женщина не подходит для создания семьи. Пятая – женщина, которая не уважает мужчин. Как это увидеть? Это увидеть очень легко. Как она отзывается там о своем брате, о своем отце, о каких-то вообще мужчинах вокруг. Посмотри, как она ведет себя, когда видит каких-то мужчин, которые, допустим, там занимаются обычной какой-то работой, какие-то работяги, кто-то еще. То есть если она отзывается о них плохо, не надо думать о том, что, ну, обо мне-то она хорошо, говорит, она же меня любит, то есть вот я-то для нее – это я, а это другие мужчины. Нет, поверь мне, вопрос времени, когда она привыкнет к тебе, когда ты станешь для нее чем-то привычным, обыденным, так же, как и она для тебя. И тогда она будет относиться к тебе точно так же, как и ко всем остальным мужчинам. Поэтому принципиальный вопрос – нужно выбрать себе женщину, которая понимает, что такое уважение к мужчинам, и умеет их уважать, и уважает их в принципе. Далее шестое – девушка, у которой социальные сети напичканы фотографиями, где она голая, полуголая, там, жопа, 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 там, грудь, купальник, белье и так далее. То есть для меня это показатель того, что эта женщина не будет подходить для отношений со мной, она для них непригодная. Возможно, что для секса это очень привлекательно, это очень круто, но для отношений это для меня лично табу. Но проблема в том, что многие из вас, причем лишенные выбора женщин, да, по своему какому-то выбору, опять же, потому что вы с этим ничего не делаете, для многих из вас внешность – это самое главное. Как говорит моя мама, красота приглядится, а ум пригодится, да. То есть любая внешность любой женщины, она в какой-то момент станет для вас привычной. Не говорю, что плохо там это или хорошо, просто вы будете относиться к этому более эмоционально, ровно и спокойно. И потом, через какое-то время вы сами не заметите, как окажетесь в отношениях с такой девушкой. Потому что 99% мужчин строят свои отношения без выбора и строят свои отношения неосознанно. То есть что-то как-то закрутилось, и вот тут они уже живут вместе. Почему она не подходящая для отношений? Потому что, по моему мнению, все эти прелести, все эти вещи она должна показывать исключительно своему мужчине. Потому что это говорит о ее степени морали, степени ее мировоззрения, ее ценностях, то есть как она смотрит на мир. То есть для нее вполне нормально и приемлемо показывать жопу для того, чтобы привлечь к себе мужчин. Для меня же это является неприемлемым. Причины, почему она выкладывает фото, могут быть совершенно разные. Может быть, ей хочется себя демонстрировать, может быть, ей все время не хватает мужского внимания, может быть, ей хочется, чтобы ей восхищались. И зачастую даже причина такая, что таким образом она хочет привлечь к себе определенную категорию мужчин. Но в моем понимании женщина не должна таким способом привлекать к себе мужчину. И даже если она потом уберет эти фотографии и вопрос будет стоять так, для меня все равно это неприемлемо. И еще я гарантирую тебе, что если вначале ты не обращаешь на это внимание, для тебя это даже круто, ты такой думаешь, вот, смотрите, какая у меня сексуальная девушка, моя, я крутой. Ну, как вот эта детская какая-то позиция многих мужчин. То есть тебе это даже нравится. Ну, как только вы начнете уже как-то, перейдете в отношения, начните жить вместе, то есть она станет уже там твоим близким человеком, вы уже подрасслабитесь. Я гарантирую тебе, что тебе, мягко говоря, не будет нравиться, когда она будет продолжать выкладывать свою голую жопу в интернет. И когда ей будут писать какие-то незнакомые люди комментарии, какие-нибудь серии, Наташа, ты такая красивая или что-то еще, когда они будут ставить лайки под ее фотографиями с ее жопой, тебе очень сильно это не понравится. И ты должен понимать, что далеко не факт, и скорее всего даже факт 100%, что ничего с этим потом в отношениях не сделаешь. Она скажет, в смысле, я вначале так делал, я сейчас так делаю. В чем проблема? То есть тогда тебя все устраивало, сейчас не устраивает. И ничего ты с этим поделать не сможешь. Седьмой пункт, как определить такую женщину, которая в моем понимании не подходит для отношений. Это женщина, не поддерживающая уют, не стремящаяся к чистоте и вот, в общем, не такая, не хозяйственная. Потому что если она говорит тебе сейчас, я что тебе, рабыня, чтобы целыми днями у плиты стоять, никто не просит ее стоять целыми днями у плиты. Но если она на этом делает акцент, если ты понимаешь, что она там не убирает пространство, у нее нет такой тяги, она пришла к тебе в гости, она же может, допустим, взять, положить твои футболки как-то ровно и красиво. Если она ничего этого не делает, если ты видишь, а ты можешь специально провоцировать женщину на все эти вещи, чтобы увидеть, как они, как это происходит. И если она, допустим, наоборот, там все разбросала, ничего не убрала, ну, на мой взгляд, эта женщина не подходит для отношений семьи, потому что, то есть я, тот еще грязнули, та еще свинья, то есть очень неаккуратно, у меня все время творческий беспорядок. И для меня просто критически важно, чтобы женщина, которая рядом со мной, она там компенсировала это своими действиями, то есть чтобы она как-то это выравнивала, убирала и так далее. То есть если еще и она будет в таком же, так сказать, творческом беспорядке проживать, ничего хорошего из этого не выйдет. И восьмой пункт – женщина грубая. То есть все вы видели Comedy Club, Woman Comedy Club. Там есть такой персонаж, который играет, я все-таки надеюсь, что играет, она такая, не есть на самом деле эта женщина, Мария Кравченко. И этот персонаж такой грубой девушки такой, там какой-то а-ля Зечки, сидящие, которые, I говорили, там, сидячие, которые говорят, слышь, там, она курит, не знаю, она ругается матом, она такое, че ты, че ты? То есть вот лично я ненавижу всех этих ауешников. Я ненавижу, когда женщина ругается матом, я ненавижу, когда женщина курит. То есть, для меня это неприемлемо. Для меня женщина должна быть какой-то такой, ну, милым таким созданием. Да, она может быть достаточно бойкая, но она со своим мужчиной, она такая милая, ну, вот как бы все вот это убивает женственность напрочь. И если женщина вот такая вот милая, хрупкая, женственная, красивая, ну, красивая не только телом, да, то есть, а вот в поведении, то у мужчины рядом с ней возникает желание, возможность, не знаю, ресурс появляет для того, чтобы чувствовать себя вот таким сильным мужчиной. То есть, и он начинает проявляться, наоборот, сильным мужчиной рядом с такой женщиной. Есть еще много пунктов, но ключевой смысл в том, что многие из вас идут в отношения с такими женщинами и создают с ними семьи. Почему так происходит? Ну, во-первых, у вас нет возможности выбирать. То есть, многие из вас ограничены отсутствием выбора, и вы вынуждены строить отношения с женщинами, которых к вам принесло течение. Почему вы не можете выбирать? Потому что вы сами себя ограничиваете своими страхами. Да, страхи вы не выбирали, но никто не мешает вам убрать в себе этот страх. То есть, этот страх более чем преодолим, и любой мужчина может создать себе выбор. Я уже этим занимаюсь почти 17 лет, и я знаю, о чем я говорю, и ты знаешь, что есть мои материалы, которые помогают в этом. Второе. Многие мужчины совершенно не умеют выбирать женщину именно не с точки зрения подойти некому, а с точки зрения качеств. То есть, они смотрят там на внешность, на сиськи, на письки, на жопы. То есть, она где-то сказала что-то хорошее, ему у него там эго взлетело до небес, и он уже не видит, не слышит какие-то важные для него моменты. Третий пункт. Как раз про невидимость и неслышимость. Мужчина, который лишен выбора женщин, которому женщина какая-то сказала какую-то приятную фразу, и он поднялся на этом лифте до небес, то есть, он абсолютно становится на какое-то время глухим, слепым, без запаха, без чего угодно. То есть, таким образом, он не видит элементарных вещей. Его мозг занят только тем, чтобы заполучить эту женщину. И в этом его ошибка. И четвертая причина, которая тоже очень распространена, у многих мужчин с детства сложилась такая модель отношений. То есть, он видел, как его мама общается с его папой, допустим, что папа с позиции снизу, мама его чмырит, мама там главная, мама все решает, мама все разруливает, все сидят вот так тише воды ниже травы, и он вырос с этой моделью у себя в голове, и сейчас он даже неосознанно пытается найти себе именно такую женщину. Здесь уже все сложнее, здесь надо как минимум осознать, что у тебя в голове сложилась такая модель. И выходит так, что вы и многие мужчины вкладываетесь, в том числе и финансово, и ресурсно, в женщин, которые совершенно непригодны для отношений. Они не подходят, они не заслужили того, чтобы в них вкладываться. Возможно, что они подходят только для разового секса, но ни в коем случае не для отношений. А секс, ребятушки, можно получить совершенно бесплатно, практически бесплатно и за очень короткое время, за одно-два свидания. И в этот момент, задумайтесь, намного эффективнее вложиться в самого себя и сэкономить кучу денег, кучу времени, кучу нервов, чем вкладываться в непригодную для этого женщину. Моя цель в том, чтобы каждый мужчина, который смотрит мой канал, смог найти себе самую лучшую, хорошую женщину. И моя цель также в том, чтобы каждый мужчина мог получить мои знания, мой опыт и мою систему. Самое лучшее и полезное, что ты можешь сделать в жизни для себя, это инвестировать в себя, в свои знания, в свои умения и в свои навыки. А то некоторые здесь айфоны всякие покупают в кредит, как будто они сделают их счастливее или улучшат их жизнь. Вместо того, чтобы купить себе абонемент в хороший фитнес-клуб, вместо того, чтобы записаться на какие-то языковые курсы, вместо того, чтобы тем более вложиться в освоение, внедрение навыка общения с людьми и с женщинами. В частности, люди предпочитают тратить деньги на всякое дерьмо. Таким образом, многие из вас просто буквально сливают деньги в унитаз. А также ты решишься на то, что давно откладывал какой-то переезд или смена работы, или открытие бизнеса. То есть система – это полноценный тренинг личностного роста, основанный за основу, в котором взято на общении с женщинами.